Последние события, они очень нас настораживают, мы очень беспокоимся за то, что происходит у нашего одного из главных союзников. Казахстан вспыхнул. Это страна, с которой связывает нас договор о коллективной безопасности. У нас есть соответствующее военизированное подразделение, которое в резерве находились несколько лет, обучались, это миротворческие силы, которые вместе с нашей братской Россией были переброшены в Алма-Ату. И наши ребята сегодня вместе с россиянами пытаются сблизить позиции сторон. Мы это переживали, и я всегда предупреждал, как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место ведь пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и рынулись прежде всего в процветающий юг. Вы скоро увидите, это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за ними стоит, этими бандитами. И отрезать юг Казахстана. Поэтому юг Казахстана так важен для нынешней власти, нынешнего президента Казахстана. Это его, кстати, родина. Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление вот этого контингента нашего туда вместе с Россией подключится и другие государства, ДКБ. Все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки. Я это говорю тому, что за это схватились наши беглые за границей. И пытаются на этом и раскачать вас, народ. Что вот видите, мы чуть ли не воюем за Казахстан. Но мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих, миротворцев. Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Там погибло море людей. Еще никто не знает сколько. С одной и с другой стороны. Там отрезают голову полицейским и военнослужащим. Значит, уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке. Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся. Тем, кто пытается на этом нагреть руки, что, мол, наши там люди, хочу сказать. Вот попросту, я хочу, чтобы вы имели в виду, что Казахстан наша экономика. Мы больше миллиарда долларов торгуем с Казахстаном. Мы туда продаем огромное количество товара. И если мы не будем вместе с этим народом и с властями, нам там после этого делать нечего. Нас просто туда не пустят. И правильно сделают. Истинные друзья и союзники рядом. Я даже не говорю о юридической стороне дела, что мы должны соблюдать международный договор. Мы связаны пять государств международными соглашениями. Но главное, как ты к своим друзьям, так и они к тебе. Просто и понятно. Спасибо. Спасибо.